Если сравнивать такие услуги управляющей компанией, как управление паевым инвестиционным фондом и доверительное управление, индивидуальное доверительное управление средствами клиентов, то с точки зрения первоначальных сумм они очень серьезно различаются. Если мы говорим, что в паевых инвестиционных фондах в большинстве пифов сегодня в России минимальная сумма вхождения составляет всего 1000 рублей или меньше, то суммы, с которых начинается индивидуальное доверительное управление, они разнятся у разных управляющих компаний и могут составлять и миллион рублей, и 10 миллионов рублей, и более. 100 тысяч долларов, если человек хочет принести на фондовый рынок, это не последние его деньги, это как бы наш самый любимый и лучший клиент. Но один управляющий, в принципе, как бы основной актив управляющей компании состоит из управляющих, можно так сказать, ну помимо аналитиков, помимо руководства и так далее. Он реально эффективно больше 10 портфелей индивидуальных ввести не может. Так, чтобы еще следить за их изменениями, не так, чтобы купил и забыл через 3 месяца, посмотрел, что-то продал, что-то купил, а вот чтобы мы говорили, не то, что он обязан делать там сделки каждую неделю, нет, но чтобы следить за ними, общаться с инвесторами, да, потому что индивидуально правильно предполагает в том числе и общение с инвесторами постоянно. Он не может эффективно заниматься 10 портфелями. И теперь получается, для него вот фонд один там, вот у нас, да, там, не знаю, скоро миллиард рублей будет, и клиент 100 тысяч рублей там. Это два индивидуальных портфеля, к которым, в принципе, надо относиться одинаково серьезно с точки зрения только затрат. Диверсифицировать этот портфель, этот портфель, одинаково абсолютно. Но здесь одни активы, а там другие. Получится, если он возьмет по 100 тысяч 10 клиентов и, предположим, да, там, конечно, есть success fee, безусловно, в отличие от менеджмента фи, но, предположим, он заработал хорошую доходность 40 годовых. Допустим, услуги компании стоят там 20% success fee, да, это нормально как бы, рыночное. Это значит, там, со 100 тысяч долларов он заработал всего 40, из них компания заработала 8. У него 10 таких клиентов. Это 80 тысяч, вот один управляющий принес компании. Собственно говоря, это не окупит всех издержек, которые компания несет по содержанию этого управляющего. И зарплаты, и бонусы, и компьютеры, и торговые системы, и аналитики, и бэк-офис, и так далее. Да, то есть, получается, он, это уже бизнес, не бизнес, процесс ради процесса, то есть бизнеса здесь не получается. И все, и он загружен. То есть, как бы, инвестиции в инфраструктуру, там, посадить еще трех аналитиков, ему там поставить Bloomberg вместо Reuters, там, или набор от Reuters вместо Bloomberg. Вот, это все стоит денег. И получается, что если он ведет этот самый отдельный, что делает компания в этом случае? Они делают псевдо-ДО, да, то есть вам говорится, что у вас индивидуальное управление, на самом деле образуется пол из таких же, как вы, по 50 тысяч долларов, да, для того, чтобы иметь один счет, который, там, несколько миллионов, им, как бы, вот, можно одним. А бэк-офисные программы просто разносят это по всем этим счетам. Можно этим заниматься. Но мы пока идем по пути, что у нас есть ритейл, это паевой инвестиционный фонд с разными стратегиями, как бы, да, ради бога, выбирайте. Здесь есть и крупные клиенты, там, да, и совсем маленькие клиенты. Есть даже по 1000 рублей клиенты. Вот, и есть уже тогда, скажем, вип-обслуживание для крупных сумм. Но тогда, действительно, с ним индивидуально носятся, с этим клиентом, потому что они же все заходят, они требуют очень большого индивидуального общения. Это реально. Хотя можно, как бы, сказать, что с управляющим вы не общаетесь, у вас есть вот менеджеры отдельные и так далее, все равно это не прокатится. С каждым индивидуальщиком существует большая проблема, то есть она всегда у всех компаний существует, он всегда дает советы. Он говорит, а может быть, сегодня Сбербанк вырос на 7 процентов. Хорошо, что он у нас был в портфеле, давайте продадим сейчас. Управляющий говорит, но у нас же стратегия индивидуальная, рассчитанная. Мы видим Сбербанк в составе, как бы, сейчас от портфеля бумаг. А завтра Сбербанк откорректируется на 3 процента, он будет звонить и доставать. Он будет говорить, но я же говорил, мы потеряли с вами запись только, я же говорил. Управляющий отобьется один раз, два раза, три раза. Понятно, что если человек звонит там хотя бы раз в неделю и предлагает что-то сделать по его личному портфелю, в 50 процентах случаях он оказывается прав. И рано или поздно управляющий может подмяться. Он не выдерживает, он может подмяться под клиента, и уже проще ему, грубо говоря, сделать так, как хочет клиент, нежели как он сам это видит. И получается, управление с одной стороны индивидуально, а с другой стороны все, что клиент не захочет, делается. И результаты управления, они уже как бы тогда полностью расходятся с тем модельным портфелем, который изначально был отброс. Поэтому фонды в этом плане, они гораздо удобнее. Если мы говорим об индивидуальном управлении актива, то учитываются такие параметры, как предполагаемый срок инвестиции для конкретного инвестора, его предполагаемая доходность, ту, которую он видит, скажем так, для себя наиболее приемлемой, это инвестиции в фондовый рынок. Она не обязательно должна быть для него очень высокой, потому что, возможно, его основная задача, прежде всего, сохранение капитала. И также индивидуально для каждого инвестора определяется склонность к риску. То есть там максимальная сумма или процентная составляющая портфеля, которую инвестор осознанно готов потерять, то есть который он готов рискнуть ради той прибыли, которую управляющая компания постарается ему заработать, формируя тем или иным образом этот индивидуальный портфель. Практика, чего сейчас уже начинает показывать, народ очень хорошо стал разбираться. Практика показывает, что люди с миллионом, а такие у нас тоже есть, они думают, а чего я буду платить управляющей компанией SuccessFee? В принципе, она из кожи вон лезет для того, чтобы управлять своими боевыми фондами, где этого SuccessFee нет. Я куплю фонд у нее и получу в принципе с равной вероятностью такой же хороший результат, как по индивидуальному портфелю. Да, индивидуальный портфель мы можем формировать из трех-четырех эмитентов. Мы должны, скажем так, следовать той инвестиционной цели клиента, которую мы с ним обсудили и на одном языке с ним разговариваем. Он понимает ради чего, допустим, мы рискуем и разделяет позицию управляющей компании. И мы можем купить, например, в портфель всего три эмитента, на которых мы делаем ставку в ближайшие, скажем, полгода. И в случае, если мы правильно подобрали этих эмитентов, его доход, конечно, будет значительно выше дохода по рынку, дохода любого там поевого фонда. В силу того, что поевые фонды гораздо более диверсифицируют портфель для снижения этих самых рисков инвестиций. Но если мы выбрали не те бумаги, ну просто поставили на те бумаги, и весь рынок, например, вырос, а бумаги в портфеле этого клиента, они не выросли. То есть это обратная сторона. Малая диверсификация, то есть ставка на нескольких эмитентов, она может принести как к очень большому доходу, так и, собственно говоря, наоборот, показать более худший результат, чем по рынку. Редактор субтитров А.Семкин